Всем привет! Сегодня готовим вкуснющий праздничный обед на большую компанию для своих любимых и близких людей. Готовится очень все легко и просто, подается с пылу жару и невероятно вкусно! Подготовим масло. Значит, смотрите, у меня здесь где-то 60 грамм масла, нет, 160 грамм масла, но можно такое делать на любую пропорцию масла. Можно сделать на целую пачку и заморозить такие розеточки, как я сейчас буду делать заранее, и хранить их в холодильнике просто в морозильной камере на случай. Итак, сливочное масло. Оно должно быть мягкое, чтобы оно могло взбиваться венчиком, не твердое. Отправляем в чашу. И я беру укроп. С укропом мне нравится больше всего. Можно брать свежий, можно брать замороженный, если у вас есть, или даже сухой. Просто со свежим укропом ароматнее всего будет уже в итоге, когда вы эту розеточку масла положите на горячее мясо. Все. Значит, дробим укроп мелко-мелко-мелко. Отправляем укропчик в масло. И обязательно масло нужно подсолить. Хотя бы чуть-чуть. На 160 грамм масла, где-то чуть меньше, ну, где-то четверть чайной ложечки соли я кидаю. Так, где-то вот так. И взбиваем. Взбивать нужно недолго, просто чтобы масло взбилось вместе с укропом. Теперь берем любой пакет или вот такой кулинарный пакет. Значит, что мы делаем? Можно отрезать просто уголок и делать такие резеточки, просто будут шайбочки. А можно взять любую насадку, какая вам понравится. Отрезаем край. Так, все. И теперь перекладываем все получившееся масло в пакет. Вот так. Я беру деревянную досточку, небольшую, оборачиваю ее фольгой. Вот так. И делаю вот таким вот образом. Смотрите. Величину таких резеточек можно регулировать по тому, как вам просто нравится. Ну, и от насадки будет еще зависеть, конечно. Управляем в морозильную камеру. Через 20 минут они будут готовы. Потом, когда они уже приготовятся, и вам они уже не нужны, можно сложить их в пакет или в небольшую емкость и хранить в холодильнике. Пока масло замораживается, подготовим картофель. Я заранее его почистила. Картошку нужно порезать. Я режу вот так. Это рецепт этой картошки. Это рецепт моей мамы. Он есть у нее на канале. Мы его очень любим, часто готовим, но я на канале его никогда не готовила. Поэтому сегодня у меня дебют с этим рецептом. Так, значит, смотрите. Режем на вот такие вот дольки. Кстати, картофель можно не чистить. Просто хорошо его помойте. Ставим картошку на огонь. Варится после закипания она должна 5 минут. Солить ее сейчас не нужно. Я буду готовить из индюшинного филе. Ну, можно взять курицу. Филе я режу вот такими вот частями. Значит, режьте толстенько, чтобы потом их еще отбить. Если вам такие большие куски, вы можете разделить на две части. Каждую часть нужно хорошо отбить. Накрываем пакетом или пленкой, чтобы удобно было отбивать. Я буду отбивать деревянным молоточком, можно любым. Вот такие, смотрите, получаются хорошие большие отбивные. Их нужно посолить, поперчить. Кстати, такие заготовочки можно сделать заранее. И потом только жарить раз-два и гостям на стол. Так, и перчиком сверху тоже. Подготовлю в заправку. Так, вот, видите, закипело. Таймер 5 минут. И пусть кипит. Итак, мне нужен укроп. Я делаю именно с укропом, с петрушками мне не нравится. Значит, укроп нужно мелко-мелко посечь. Причем укропа не нужно много брать. Вот 2-3 веточки достаточно. Кстати, для аромата вкуса можно кинуть в веточки укропа. Так, все. Вот так вот на большом огне. Картошка должна вариться на большом огне. Теперь, что я беру? Я беру 2 столовые ложки сметаны. Ну, я делаю приблизительно на такую пропорцию, но вы можете все увеличивать или что-то менять по своему вкусу. Значит, чем жирнее сметана будет, тем лучше, но не менее 20%. И еще, какой-нибудь сыр по типу Филадельфия. Можно приготовить его самим дома. Есть у меня на канале, как готовить. Тоже 2 столовые ложки. Это все нужно смешать. Так, смешиваем. Сюда обязательно нужно добавить немного соли, только щепоточку. Так, вот так. И вот этот вот весь укропчик порезанный. Перемешиваем. Значит, если хотите чесночка, добавляйте. Тут уже как хотите. У меня чеснок будет в картофеле. Я поэтому в заправку добавлять не буду. Еще сюда я добавляю чайную ложку лимонного сока. И тоже перемешиваем. Ну, и обязательно снять пробу. Все, шикарно. 2 минуты. Значит, смотрите, за минуту до окончания. Сейчас вот жду, у меня на плите удобно, когда есть таймер. Берем соль и солим. Я приблизительно, вот у меня было 600 грамм картофеля. Где-то чайную ложку посолю. Вот. И еще варится 1 минута и отключаем. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Прошло 5 минут. У меня в итоге в общей сложности. Картофель у меня немного отварен. Я отправляю его в декан. Или можно на любой противень. Если он у вас железный, то застелите его чем-нибудь. Лучше пергаментом, потому что, чтобы к фольге не прилипла картошка. Так, я отправляю в дека. Кропчик больше не нужен. Теперь смешаем все специи. Кстати, количество этих специй вы можете делать по своему вкусу. Количество их меняет. Значит, у меня здесь паприка, сухой чеснок и молотый перчик. Можно вместо сухого чеснока просто выдавить несколько зубчиков чеснока. Я это все делаю, мешаю. У меня все по пол чайной ложки. Количество вы можете менять. Кому-то, кто-то скажет, на пол килограмма картошки, на 600 грамм. Это очень много специй. Смотрите сами, кому как нравится. Вот так. Сюда итальянские травы. Тоже одну чайную ложечку где-то. И базилик одну чайную ложечку. Все это дело мешаем. И заливаем растительным маслом. Ну, или любым маслом, которым вам нравится. Мешаем. Попробуйте картошку на соль. Если вам соли не хватило, добавьте. Все это дело отправляем на картофель. Так, можно сделать. Перемешиваем. И отправляем в духовку на 20 минут. Картошка уже сейчас супер ароматная. Так, отправляем в духовку и приступим к мясу. Жарим мясо. Масло должно хорошо разогреться. Только не делайте слишком высокую температуру, чтобы оно и жарилось, внутри пропекалось и сверху не горело. Тут самый главный момент. Не пересушить мясо. Я делаю буквально по 3 минуты с каждой стороны. 3 минуты перевернула, 3 минуты и достаю. Ну, вы смотрите уже по вашему вкусу. Кто-то скажет, мне сырое, я буду дожаривать. Ну, то есть, как хотите. Поэтому имейте в виду, я начинаю жарить. Если вот так вот на нас двоих с Димой, то я буквально минут за 10 до готовности картофеля, ну, чтобы успеть все подготовить. А если вы жарите на большую компанию, у вас там картошка, то начинаете сразу готовить, как только отправили картофель. Переворачиваем. Смотрите, какие они красивые. Так, стреляет, конечно. Единственная жертва, это помыть кухню после готовки. Ну, в смысле, вот эту жарочную поверхность, потому что все стреляет. Но ничего страстного, это вкусно. Так, смотрите, сразу можно сервировать. Опа, снимаем это все дело. И достаем картофель, он уже готов. Смотрите, картошечка с пылу с жару. По поводу количества масла в картофеле. Вы можете уменьшать. Но на наш вкус, на мой вкус, это вкусно. Остается масло, ничего страшного. Я потом на нем еще что-то приготовлю. Смотрите, картошка впитывает масло. И она просто вот нереально смочна. Так, теперь берем соус, который мы с вами приготовили. И смотрите, как я делаю. Вот так сразу на картошку. Вот так, на картошку. Я знаю, что может кому-то выглядит не очень. Но это так вкусно, прям вот на картошку. И еще, самый главный штрих этого блюда. Сейчас принесу с морозилки. Так. Хопа, все. И масло. Такие резеточки из масла можно приготовить заранее. Вообще хранить их в морозильной камере. А теперь смотрите, как я подаю. Прям вот так вы подаете. Смотрите. И когда гость будет кушать, он берет вилочку, накалывает. И делает так, чтобы все масло на мясе, на горячем, вот так вот растало. Смотрите. Вот прям натираем, натираем, натираем. Что, вам уже хочется есть? Мне да. Мне тут так пахнет, так ароматно. Вот этот чесночок. Ой, смотрите, сколько масла. Так, я делаю вот так, чтобы прямо аж до конца. Так, ну что, пробуем, едим. Вы знаете, как вкусно это со сливочным маслом сверху. Даже чем-то напоминает котлеты по-киевски. Ну так, отдаленно. Бомба. Еще. Лимончик сверху, я забыла. Вот так. Но это на любителя. Я люблю, мне нравится. Очень вкусно. Желательно, чтобы вот эти стейки, они были большущие. Теперь картошка. Так, а теперь спасибо мамочке за вот такую крутую картошечку. Попробуйте ее. Картошка тает во рту. Кстати, хочу сказать, я как-то делала такую картошку, и через 20 минут она у меня еще бы не хватило минут 5. Возможно, зависит от сорта картофеля. Поэтому минут 20, минут 100%. Но вы перед тем, как доставать картофель, просто проверьте его. Всем приятного аппетита. Вот такой вкусный праздничный обед для родных, близких, любимых. Спасибо, что сегодня были с тобой. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Вкусного вам обеда. Пусть все будет хорошо. Счастливых и хороших вам праздников. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok